Ну, предлагаю заканчивать с датами и перейти к нашему гостю, как мы пели за кадром, к нам приехал, к нам приехал. Иван Волошин, ведущий Кубань-24. Ваня, доброе утро. Доброе. Ваня, доброе утро. Очень рада тебя видеть. Поговорим, конечно же, о том, что 14 августа в 14.30, премьера новой программы. Всем обязательно смотреть. Вот расскажи нам. Путешествие через край, называется. Да, очень интригующий разговор, в котором, в общем, всё раскрывается. Что вам рассказать? Давай, как родилась идея проекта? Решил за счёт телекомпании прокопиться. Отдохнуть. Меня вызвал к себе наш директор Ждан Саныч, который к вам приходит в гости, и в дневном эфире, я писал, как его вижу, и спросил меня, а какие у тебя планы на отпуск? Я сразу започу, не ладно? Вот, говорю, ну, в общем, планов в целом никаких, но я очень хотел проехать по побережью. Я действительно, у меня была такая мечта, поскольку вы знаете и телевизорители, многие знают, что я человек здесь новый, относительно новый, но меньше года здесь живу. У меня была такая мечта проехать по всему побережью морскому, потому что мы часто в программе «Через край» говорим о туризме, об отдыхе и так далее. И надо было пощупать свои меркания. Конечно, допустим, мы говорим, вот, а в бухте и нал так-то и так-то. А я говорю, да, конечно, ну, это очень серьезно. В этом бухте и нал выглядит, ты узнал только чуть-чуть. Конечно, вот. И поэтому, когда он мне сказал, что есть вот такая идея, снять, сделать проект, достаточно большой, он объемный, это 20-13-минутных программ, но по всему побережью. И спросил, потянешь ты или не потянешь это, вот, нужно определенное количество времени, да, у нас было около 20 съемочных дней для того, чтобы это сделать. Мы сейчас как раз видим. Да, это вот военная горка в Темирюке, как раз таки, да, ДОТ и так далее. Это первая программа. Слушай, ну это как получается было? Это была своего рода инспекция по побережью? Нет, это не была инспекция. Была вот какая история. Смотрите, у нас на канале достаточно много программ, которые, в общем, на молодежную аудиторию рассчитаны. Это и «Понаехали», и «В диких условиях», и «Советы туристу», и так далее, и тому подобное. Вот. Нужна была такая программа, которая была бы достаточно спокойной, такой вот размеренный рассказ о том, что у нас есть. Плюс к тому, фишка условная этой программы в том, что мы видим побережье, и вот эти все объекты глазами человека, которые никогда там не были. Я действительно никогда в жизни, я был один раз в Сочи в 97-м году, но это не считается. И было, когда мне 5 лет было, я побывал на Азовском побережье. Все. И вот у меня была замечательная возможность, как ты сказал, Дима, отдохнуть за счет телекомпании. Но я не могу сказать, что я отдохну, потому что на самом деле это очень тяжело. Я тебе, стоп, я телезрителям открою небольшую тайну. Ваня отснял первую часть программ, потом приехал, чтобы слить материал на сервер. Я его увидел, он зашел похудевший, вот с такими кругами под глазами. Я говорю, как он такой, 13-часовой рабочий день в отпуске, это прекрасно. Да, да, но на самом деле у нас была очень масштабная задача, очень масштабная задача. Нам нужно было все это сделать в срок, конечно, учитывая то, что следом достаточно много программ, которые сейчас уже в новом сезоне начинаются. И, естественно, мы еще будем, вот сейчас у нас уже готова определенная часть программ, определенную часть программ мы еще будем доделать. И я думаю, что мы еще поедем в одну командировку, нам нужно кое-что доснять. Вань, скажи, пожалуйста, как ты уже сказал, ты первый раз такую обзорную экскурсию по нашему Краснодарскому краю совершил. Чего ты не ожидал увидеть? Что тебя поразило, удивило? Вот, кстати, очень большой беляж, это правда. Но я не могу сказать, что были какие-то невероятные моменты. Открытие для себя лично. Открытие, да. Вы знаете, я вот говорят, я же со многими знакомыми советовался, мы разрабатывали маршрут не просто так, а мы говорили, вот куда бы я хотел, что говорят люди. И кто-то говорил, допустим, в гримерке, когда общались, с ребятами, коллегами, говорят, надо обязательно съездить, допустим, туда-то. Кто-то говорил там, ну, к примеру, условно, кто-то говорил в Анапу, кто-то говорил, нет, в Анапе нехорошо, надо ехать в Геленджик. Кто-то говорил, нет, в Геленджике ничего делать, надо ехать в... В Веста-Садок. В Веста-Садок, да. Или кто-то говорил, да, это все ерунда, надо ехать в Адлер. Вот там здорово. А кто-то говорил, ну, какой Адлер, ребята, ну что? Вот лучше всего будет это, допустим, Олексина, это под Новороссийск, это нам очень чисто, здорово. Но, кстати, насчет Новороссийска, вот вы говорили, удивление или открытие. Для меня было открытием, на самом деле, во-первых, для меня было открытием Туапсе. Я никогда там не был, я не знал, что там действительно нефтебаза посреди города огромная. То есть там вокруг нормально все, а вот в город въезжаешь, и там вот эта нефтебаза. Я думаю, а как же вообще, где же люди купаются? Они купаются, но не в самом городе. И это один момент. И еще насчет Новороссийска. Я был уверен, знаете, как вот в фильмах ужасов всяких показывают, что в самом Новороссийске люди не купаются. Потому что, ну как же, это же порт. Я помню картинку вот этих портов, когда, знаете, нефть расследовала. И я думал, это как? Это вот вода, значит, покрытая вот этой пленкой. Радужные мертвые животные там плещутся вот эти. И люди там некоторые, ну, не знаю, экстремалы с себя вот эту вот нефть соскабливают. И вот каким-то образом там купаются или не купаются. На самом деле там чистейшее море в Новороссийске. И вообще вот Новороссийск для меня был одним из таких вот, ну, ярчайших открытий этой поездки. Потому что он мне очень понравился город. Геленджик прекрасный просто. Сочи восхитительный. Но Сочи, конечно, это была вообще, это была отдельная часть нашего путешествия. Потому что там действительно очень много народу. И он очень такой город, там очень много развязок, дорог. И там очень сложно. Ты сидел за рулем все. Да, я все это время провел за рулем. То есть мы первую командировку проехали примерно 1700 километров в общей сложности. Вторую командировку мы накатали около двух с лишним тысяч. Мне кажется, что скоро появится новый маршрут. Вот тропа Ивана-Воложа. Да, да, да. Да, с точки, с путеводителем. Ну, я вам скажу, у нас были некоторые дни, когда мы вот вставали в 6 утра. И в 10 в 11 вечера мы заканчивали кое-как. Потому что прям было вот все очень-очень-очень плотно расписано. Очень плотно был график. Слушай, ну вот такой последний вопрос конкретно по путешествию. Самое красивое место для тебя определился? Несколько таких мест. Мне очень понравился Жанхот, мне очень понравился Просковеевка, мне очень понравилась Бета, Креница. Вот эти вот места, это что касается Келенджика. Мне очень понравилось Вабрау-Дюрсо, шикарно. Просто само озеро и так далее. Хотя в озере не рекомендуют купаться. Мне понравилось в Адлере. И вообще очень много мест на самом деле. Я обо всех буду подробно рассказывать. И еще более того, если можно, такую удочку закину. Я сегодня ребятам рассказывал о том, что у меня была еще своя собственная миссия. Личная. Я ее сам придумал. И я ее выполнил. Я никому об этом не рассказывал. Об этом никто не знает. Ни ребята, с которыми мы вместе снимали этот проект. Ни даже руководство канала. Никто не знает, что это такое. Это я вот сейчас вам рассказываю первым. Открываем секрет. Нет, нет, нет. Я его открыл в самой последней программе, что это было такое. Вань, ну вот 14 августа выходит эта программа. 15-го выходит. Первый через крайний сезон. Что увидят зрители? Ведь опять сюрпризы. Я надеюсь, что телезрители увидят. Во-первых, это будет интересно. Это новизна. Это новая студия. Она не то, чтобы совсем прям новая-новая. Но, по крайней мере, там будет больше гостей. У нас будет меньше ведущих. Ну, буду я один, в общем, ее вести. Потому что у нас очень много работы. Мы все загружены. Ну, что я вам рассказываю, мы в одной дирекции работаем. Но, тем не менее. В общем, один ведущий. Четыре гостя, как минимум, сразу. Но мы можем до шести вообще одновременно размещать. Это будет больше форм общения с телезрителями, больше интерактива, возможно, добавится. Это будет больше острых моментов. Возможно, мне бы хотелось, конечно, и мы рассчитываем на то, что это будет больше такая более дебатная, что ли, программа. То есть добавятся споры яркие. Хотя это не просто достаточно, потому что порой гости готовы спорить друг другу за кадром. А когда они окажутся в студии, уже продолжают. Но я думаю, что это будет интересно. Ну что ж, Вань, спасибо тебе большое. Благодаря и твоим усилиям, и усилиям всех наших сотрудников. Новый сезон телезрителям очень понравится. Надеюсь. Спасибо, Вань.